Журналисты БН продолжают инспектировать новостройки Выборжского района. Спустя полгода мы повторно проехали по трем строящимся объектам, расположенным рядом со Светлановской площадью. Первый жилой комплекс – Парковый на пересечении улицы Арбели и второго Муринского проспекта от группы компаний «ЦДС». Здание заметно выросло с последнего нашего визита в сентябре прошлого года. Сейчас продолжается облицовка фасадов. Уже построено 20 этажей жилого комплекса Парковый. Осталось возвести всего 5. Правда, времени у строителей не так много. Объект должны сдать через пару месяцев. Хотя у застройщика есть все шансы уложиться в срок. Здание возводится очень активно. Работает башенный кран, на площадке трудятся десятки рабочих. Новый срок сдачи – второй квартал 2012 года. В нашем прошлом объезде я говорила, что мы не имеем сведений о разрешении строительства. Сейчас могу добавить, что разрешение строительства было получено 25 августа 2010 года и действует до 30 июня 2012 года. Продаются квартиры по схеме ЖСК, то есть путем вступления дольщиков в жилищно-строительный кооператив. Объект расположен в удачном месте, рядом с Серебряным прудом, в глубине квартала. Так что шум 2-го Муринского проспекта мало помешает жильцам дома. Недостаток объекта – отсутствие поблизости метро. До ближайшей станции Площадь Мужества придется добираться на общественном транспорте. К тому же жилой комплекс расположен в очень плотно застроенном квартале. Инфраструктура района позволяет комфортно жить. Рядом школа, детский сад, несколько продуктовых магазинов. Следующие два объекта возводятся совсем рядом друг от друга в железнодорожном переулке. Один из них – жилой комплекс «Соло» компания «Юитт» только начала строить. Сейчас работы ведутся на уровне фундамента. На площадке мы заметили лишь троих рабочих. 20-этажный дом комфорт-класса планируется построить через год. Разрешение строительства получено 30 августа 2011 года и действует до 30 ноября 2012 года. Но срок сдачи объекта в эксплуатацию, предполагаемый второй квартал 2013 года, отсюда мы делаем логический вывод, что, скорее всего, разрешение строительства будет продлеваться. Квартиры продаются по 214-му федеральному закону по договору на долевую участие. Рядом находится удельный парк – проспект Энгельса с развитой социальной и торговой инфраструктурой. В доме будет закрыта автостоянка на 50 машиномест. Жилье продается с отделкой. Правда, есть и существенные минусы. Рядом с жилым комплексом нет ни одного дошкольного учреждения или школы. Тем не менее, на соседнем земельном участке в ближайшие три года собираются возвести элитный детский сад. Здание находится в квартале с исключительно плотной застройкой. В нескольких метрах располагаются пяти- и девятиэтажные кирпичные дома. Кроме того, в скором времени завершится строительство еще одного жилого комплекса «Золотая середина», который также попал в список объектов нашего объезда. Трехсекционный кирпичный дом высотой от 19 до 21 этажа возводит компания «Строительный трест». Работы ведутся довольно активно. Строительство идет на уровне 19 этажа. Бронирование квартир началось в феврале этого года. Дом обещают сдать до конца текущего года. Разрешение строительства этого комплекса было получено 24 января 2012 года и действует до 24 марта 2014 года. Планируется ввести комплекс в эксплуатацию к концу текущего года, в четвертом квартале 2012 года. Надо сказать, что сейчас квартиры не продаются, а бронируются. А сама продажа квартир будет производиться, когда уже дом будет введен в эксплуатацию и получено право собственности на квартиру. Несмотря на то, что здание находится в плотно застроенном квартале, из окон части квартиры будут открываться панорамы удельного парка и Светлановской площади. Минусы этого объекта все те же, что и для предыдущего жилого комплекса «Соло». Это отсутствие рядом социальной инфраструктуры. Оба объекта и от «Строительного треста», и от компании «Юит» расположены в микрорайоне, где транспортная ситуация весьма непростая. С одной стороны, здесь расположены основные магистрали – Богатырский проспект, проспект Энгельса и Испытателей. С другой стороны, проехать по ним очень сложно. Гораздо проще тем, кто предпочитает общественный транспорт. На проспекте Испытателей расположена выделенная трамвайная линия, поэтому добраться до станции метро «Пионерска» можно за 10 минут. Еще один недостаток объекта – его близость к железнодорожным путям. За 20 минут, в течение которых съемочная группа находилась на объекте, рядом проехало три поезда. Тем не менее, дом расположен в одном из самых зеленых микрорайонов, по соседству сразу несколько крупных парков. Наталья Бабенко, Роман Рожков и Всеволод Амелин.